Всем привет! Вы опять слышите Лёшеньку Халецкого, и вы на канале Лёша Играет. И это уже восьмая серия моего ФФА-сериала, где все играют против всех, а я только комментирую, сам не играю. И у нас тут продолжается война русского против перца. Ну, в данном случае, так, она вяло-текущая, потому что русская занимается только обстрелом самолётами. Персеполиса по Саргаду он уже взял в прошлой серии. В прошлую серию мы закончили на том, что люди уже повыходили в Экскомы. Например, Египет у нас в Экскомах. Как видите, несколько парашютистов он уже проапгрейдил в Экскомы. Кроме того, он строит стелсы. Ну, а если вы пропустили предыдущие серии, смотрите не сначала, то в верхнем правом углу белая кнопочка с буквочкой «А» и нажимаете её и переходите на плейлист. Там вы всё увидите. Так, кого я вам ещё не показал? Майя. Майя у нас потихоньку тоже отстраивает парашютистов. Видимо, будет апгрейдить в Эксуэлл. Короче, все занялись строительством армии. И только что Эфиоп, тут он хамон, вышел в информационную эру. Видите, он тоже уже... Ну, он у нас отстающий по науке, собственно, как и Перс. У Перса, правда, совсем грустно. Видите, у Эфиопа всё-таки 880 науки, а у Перса 400. Совсем грусть. Не знаю, тут Перс можно только надеяться, что сейчас все начнут друг на друга ядерные ракеты скидывать. То есть, по правилам турнира, атомные бомбы нельзя использовать, а вот ядерные ракеты можно. Если, конечно, они не будут запрещены на Конгрессе. Вот, смотрите, видите, уже русский повёл пехоту к Персеполису потихоньку. Кстати, всё по науке. У русского 1000, у египтянина 1072 и у майя 1001. Ну, вы знаете, это всё уже на самом деле не особо важно, потому что все повыходили куда им надо. Практически все подсжигали учёных на прошлой серии. Так, дайте-ка я гляну, куда пойдёт. Это я сейчас открыл Перса. Ядерную бомбу идёт. Так, стелсы открывают русский. Ага. Что-то я тут пропускаю. Египтянин объявил войну. Да. Неплохо. Моя разбавляет, египет захватит. Слушайте, а зачем... Может, Майя ещё захватит? Ещё и Майя, тогда, прошу, тисто вы... Я... Откровенно мне непонятно, зачем... Зачем Китсалу захватывать Эфиопа? Он всю игру отставал, Эфиоп. Это бесполезный город, по-моему. Ну, как... Вместо того, чтобы иметь Эфиопа в своих союзниках... Причём Эфиоп воюет с Майя, он отвлекает Майя... От остальных. Или, не знаю, или это... Китсал хочет захватить, чтобы Майя не достались. Ну, как-то это, по-моему, не особо осмысленно. По-моему, например, лучше было бы напасть либо на русского, либо на Майя. Ну, как хочешь. Там, видимо, Тутанхамон предложил мир Майя. Два Экскума высадились у Адисабебы. Смотрите, как долго Тутанхамон защищал Харар, всё вокруг обстраивал, и всё закончится тем, что сейчас Китсал заберёт его у Адисабеб. Ну, это, по-моему, алогичное действие Китсала, откровенно. Я не очень, ну... Блин, ты колупаешь Харреру, неужели ты не можешь его захватить? Ну, давайте глянем. Ага, поленки обставлено. А, я понял. Типа, Китсал просто увидел, что единственная столица... Ну, вот, Москва не обставлена. А, ты сам ведь тоже стал спирать, да? Да. Русские воюют с Персом, Майя воюют с Эфиопом. Зачем захватывать Эфиопа? Вот из... Лидеры при этом Майя и Русские. Ну, и Египет. Вот три лидера. Неужели они лучше воспользоваться ситуацией, например, отключить русского из игры, захватив его Москву, нет? В то время как он с Персом. А там еще Перс будет радостно помогать. Вот зачем Китсалу захватывать Эфиопа? Ну, у меня нету логически. Тем более, что Адис-Абеба далеко. Эфиоп самый отстающий, если не считать Перса, самый отстающий. Да, я постоянно говорил, что у него есть потенциал, потенциально он силен, но, видите, он все никак не может его использовать, как он долго. То есть, что-то у Таланхамона все-таки не залазилось с развитием. И в данном случае Адис-Абеба и захват Эфиопа в плюс Китсалу, по-моему, не играет вообще никак. А вот в минус играет. То есть, Эфиоп перестает быть занозой, извините, в заднице для Майя. Майя может перестать думать об Эфиопе и, опять же, задуматься о том же Египте. Кстати, что там? Все увидели, как Египет высадился экскомами, и всем захотелось тоже... Это я сейчас Майя открыл. Нет, он все равно продолжает пенициллин открывать. Ладно. Ну, дело в том, что стелсами-то экскомы отбиваются. Вот русскому осталось два хода до стелса. То есть, Китсалу как раз вот в этот ход надо было высаживаться, и в следующем ходу захватывать Москву у него бы получилось. Ну, а то, что он-то не сделал, это... Ну, пожалуйста, напишите мне в комментариях ваши мысли. Была ли логичная захват Эфиопе, захват со стороны Египта, захват Эфиопа, персеполис? Ну, персеполис еще надо как-то захватить. Ну, все, сейчас персеполь попадет. Нет, сомнения у меня. Смотрите, перс вокруг персеполиса построил... Ну, сейчас я пробил твои самолеты, и, естественно, его... Персеполис, я расспрашиваю, зачем ты делаешь. Не, ну, захватить столицу как бы не выяснилось. Ну, а что это он потерял, человек? Ну, скажем так... Ну, вот, Бисадеба, пола. Ну, все, спасибо за игру. Ну, может, ты поспотребляешься, действительно? Да ничего тут не делай. У тебя есть? Ну, конечно, не совсем красиво. Сделал ты к кому, что я сделаю? Может, ты меня своим арбалетчиком поедешь? С одной стороны, конечно, не совсем красиво со стороны Тутанхамона, но я, первое, его прекрасно понимаю. Почему-то Майя и Египет, по-моему, абсолютно алогично на него нападали. Они не получают никакой бонуса. Эфиоп не является соперником для них по-хорошему. И просто взяли... Ну, в России последняя армия. Они боятся реально друг на друга нападать, и решили такие, давайте-ка мы Эфиопу так вот... Майя никак не мог каррер доколупать. Ну, он зачем-то идет ко мне, и какие-нибудь... Если бомберы мы их убирают, то есть он у меня последняя армия. То есть он у меня бомбит, но не дает их совершенно сверху покинуться. Да, все, кнопка 5 у меня уже закончила работать. То есть поэтому у него... Ну, сейчас он, конечно, прошу чистить, настроить и сможет... Видите, выходит Эфиоп из игры сейчас. О, линкоры. И еще одна кнопка на моем пульте управления. Так, что там за линкоры? Теперь решим сузу попробовать. А, русской линкорами персер пытается. Ну, я еще понимаю, зачем, например, ну, предположим, Майя нападал на Эфиопа. Все-таки это сосед. И иметь двух соседей, вот, русского Эфиопа, под боком... Ара попытался его... Как учитывая, я на этот ход выхожу. Но Египет... Египет зачем кицал, взял... Он просто взял и разрубил... Взял и разрубил узел напряжения для Майя. Теперь Ара может расслабиться и только, например, от русского чего-то ожидать. Ну, а Тутанхамон выходит, потому что, ну, конечно, расстроился чувак. Сидел-сидел. То есть очень неплохо сыграл, там, вылез. А, пошли, прошли. Ацтека, да? Ну, была логика в его действиях. Он логично действовал. Я даже не буду говорить, что я об этом сам говорил. Не понимаю, что там Ара говорит. Хотя я об этом сам говорил. Ну, и, кстати, не только ты. Я тоже об этом говорил, что... Ну, а Сириус, я вообще-то не на него, а на меня и на Терриус. Сириус предпочитает, как бы, долбиться Пирси-Порис. Сириус, может, перестанешь уже, а? Ну, у нас с ним оборонка тоже. А, еще и оборонка. Ну, тогда недолго у вас эта тема. Ну, я так понимаю, столько же, сколько у тебя с ним, например. Я думаю, что он в одно время с нами заключил ее. И пошел на рейс. Сириус, так слушай, ты, блин, в космос уже улетел туда. С каким-то показателем оба лидера оборонка заключили. Ну, кстати, да. Спокойненько тут. Ну, как согласен. А ты промку сливаешь на... Сливаешь промку на войс. Ну, он меня за все время убил... Ну, вот взяли... Майя... Опять же, я понимаю, зачем Майя заключил оборонительный союз с русским. Потому что он его сосед. Я думал, он выживет. Но Китсал сидит там на отшибе где-то. Первый вышел в Икскомы. Ну, вот. Я последний раз вам показываю Эфиопу. Все, тут Анахамон выходит. Все. Осталось у меня четыре кнопки. Четыре кнопки осталось. Яс, а на мир ты не согласен, да? Почему не согласен? А Соборонка согласен? Чтобы не ждать друг от друга поздностей очередной. С Соборонкой? С друг от друга? Дирюс, кикнет. Кикнет. Хамон. Ну, блин, Соборонка на 25 ходов. И просто за это время московный. Ну, блин. Другие тоже припо. Другие игроки меня останавливают. Ну, просто понимаешь? В принципе, да, это их дело. Не, ну, слушай, в такое время заключать оборонку, реально, по-моему, не стоит ни с кем. Ну, Китсал, ты видел Персиполис? Мне надоело стоить войска. Я хочу немного домиков построить. Нет, ну, хорошо, я говорю. Хорошо, согласен, Китс? Нет? Да, согласен. У-у-у-у, идешь отъедать алюминий, да? Ну, да. Просто мне реально нет смысла сейчас продолжать воевать с Сириусом ради чего. Ну, я буду стоять вокруг Персиполиса, он будет тут бомбить. И как это мне поможет убедить? Тут хоть что-то еще, хоть что-то ему бедет. Это вряд ли, конечно, да? Ну, да, да. Стоять будет. Ну, да, это прикольно, когда Китсал, заключивший оборонительный союз с Россией, рассказывает Персу, который уже потерял город и реально не развивается, тут пытается отбиться от русского, рассказывает о том, как плохо сейчас заключать оборонительный союз. В то время, как Китсал пошел зачем-то, выключил Эфиопа из борьбы. Ну, я считаю, вот Китсал на данный момент себе очень плохо сделал. Блин, Эфиоп еще мир не хочет заключать. Именно потому, что, еще раз объясню, Эфиоп воевал с Майя. Эфиоп отстает по развитию от всех. Он проблема Майя. В то время, как он является проблемой Майя, неужели не лучше поднакопить сил и напасть, например, на того же русского? А Майя с Эфиопом, то есть, русский гнобит намного более слабого Перса, а Майя с Эфиопом примерно по силам равны. Поэтому, чтобы не дать... Ну, говорит так себе. Чтобы не дать... Это лучший мой город. Русский куролесик там. Надо сейчас убежать, пожалуйста. Блин, я его вообще всю игру пытался вынести лишь из того, что оттуда обстреливать моя столица. Чтобы не дать русскому там куролесить, надо было именно Китсалу нападать. Ну, хорошо, сейчас аппаратический союз, но он же закончится, можно было накопить силы. Там такими силами высадиться у русского. Пускай они около столицы, там другие города позахватывать. Ну, развлечься тоже можно. Именно в том прикол, что Китсал на отшибе к нему довольно сложно. То есть, к нему только экскомами, да, прилететь. А тут против русского и Перс поможет, и Майя может. Так, давайте глянем. Один ход у русского до... Ну, вот сейчас, точнее будет, что русский закончил проект Манхэттен, русский закончил в космос. И он открыл уже X-комы. Ну, русский конкретно в космос уже. Он Кати первый, по-моему, проект космический завершил. Вот это будет. Что у Китсала? Китсал тоже проект Манхэттен закончил. У него есть 7 урана. Кстати, а у русского... Я даже не буду спрашивать. У русского 8. А, ну, вон и есть уран, да. Ой, опять я чихнул. Спасибо всем. Боже. Я прав, что русский идет в научную победу. Так, что у... Еще один ученый. У Майя, ну, сейчас уже ученые не так уж. Сейчас надо смотреть, на самом деле, производство. То есть, они сейчас все ровненько примерно. Тем более, что научные стажировки приняты. Так что даже если кто-то... Ну, видите, алюминий генералом отъел алюминий в ГГшке. Я пытался обидеть русского. Он сказал, говорю, что есть... Что-то везде... Смотрите, везде строят защитные здания. Майя, ара, очень боится, что на него сейчас будет нападать кто-нибудь. А в ту же... Вот, смотрите, какой разный подход к игре. Русский в это же время не строит никаких защитных зданий. Он спокойно именно идет в победу как-то. Он строит то, что нужно для победы. То есть, считайте, атакующее здание, грубо говоря, если так объяснять. То есть, у него психология, что ему надо победить. Ну, нападет на него кто-нибудь, он не хочет защищаться, он хочет побеждать в данном случае. Давайте глянем, что у... Ага, отель строят в Текскока. Китсал. Ну, это, знаете, это второстепенные здания, так что здесь... Это, ара, участковку... Интересно, основные здания, представьте. Ядерную ракету. Ага, в Мемфисе идет ядерная ракета. Видите, Китсал не хочет идти в научную победу. Он хочет бомбить ядерными ракетами и высаживаться в Икскум. И две ракеты у него в Фивах, и в Мемфисе строятся ядерные ракеты. Кому-то они прилетят. Явно он повезет на ядерной подводной лодке. Да, 13 подвод. Я бы поставил на то, что они предназначаются русскому. Я так думаю. Ну, тем более, просто русский единственный, кто закончил космический проект. Собственно, поэтому и не хочет Эфиоп. Ну, уже Тутанхамон вышел, это уже компьютер играет за Эфиопию. Так что... Так что вот так. Ну, жалко, на самом деле, Тутанхамона. Просто взяли два игрока, его выключили. Ну, я еще раз повторю, что я считаю, что Кецал неправильно сделал. Это неверный ход. Это стратегически убран сопернику одного из твоих соперников. Человек воюет, считается, за тебя против Майя. Зачем, зачем ему вот это было? То есть взял, Кецал захватил Адисабеллу, он с ней ничего сделать не может. Она ему вообще бесполезна. В середине где-то карты. То есть он ее защитить не может. Да он не будет ее защитять. Так, минус. Против мировой идеологии проголосовал Кецал. Ну, либо на Эфиопа, либо на Эфиопа. Бомбоубежище. Смотрите, все узнали, что... Узнали, что... Блин, Эфиоп достал просто нападающую ракету. Смотрите, и Майя везде стал... Майя везде стал строить бомбоубежище. Смотрите, а обратите внимание, что русский не строит. Он, опять же, не защитный и строит. Ну, полная фигня, что ли. Ну, вот... Если бы я говорил про русский, то мне тоже больше импонирует нападающие. То есть не в том плане, что... Не про то, что надо сидеть в обороне. То есть я в обороне тоже могу посидеть. Но я при этом буду строить юниты, а не стены. Ну, я думаю, как вы видите в моих видео, я не говорю, что в данном случае, например, Ара не прав. Я вам именно показываю разный стиль игры. Разную психологию игры, что ли. И вот... Мне, конечно, больше Сириуса импонирует, просто потому, что она мне ближе. Я бы тоже так играл. То есть я бы... Да, на меня могут напасть. Да, на меня могут скинуть ядерную бомбу. Но могут и не скинуть. А если я буду строить защитные и бояться, то я не построю то, что мне поможет победить. Ара, если же, что регаты мои пригодятся мне или нет? В нашем болоте. Регаты есть у меня некоторые сомнения. Защитные, они... Защитные помогают только защититься, но не победить. А уж в ФФА всех вас не защитят. Вот трое ядер. Как ванду. Они с ума отставок какие-либо. Смотрите, Ара еще даже спутники не открыл, между прочим. Лидировал, лидировал по науке. А вышел в стелсы, как я понимаю. Ну, тоже, видите, вот тут я ощущаю, что все-таки Ара не совсем прав. Потому что выход в стелсы, он нужен для нападения, как вы понимаете. Ты ты до меня в атаку идешь, Сириус, да? С бригатом своим. Бригатом? Вали его, вали! Ара, что-то один кот это делает. Ну, он палит тебя. Ну, я выставил юнита, чтобы увидеть, если ты меня отставишь. Интересно, где Кецал... Где Кецальская египетская подводная лодка, которую ядерки повезет? Построена ли она уже? Может, он просто ее построил, я не вижу ее. Так, что тут у Персона? Есть ли какие-нибудь вставолова? Он только сейчас в лаборатории. А ты какому-то, может, доставить стелсику в остальность? Да, вот теперь это не будет. Ну... Ну, что-то хоть что-то, я же сказал, да или нет. Для себя я выставил уже. У Перса единственная возможность, как я и говорил, это только если трое соперников закидают друг друга бомбами до изнеможения, позахватывают по очереди друг у друга столицы. Так, конечно, хоть у нас и четыре игрока, но я думаю, что Перс уже тут не игрок. Так что у нас три претендента на победу остались. Русский, майя и египтянин. Сириус, Ара и Кецал. Причем Ара вот занимается... Вот видите, у него тоже не совсем... То есть я считаю, что у него на данный момент нету плана на победу. Он просто надеется выжить. Он верит, что на него будут все нападать сейчас. То есть он верит в то, что Кецал на него скинет ядерную ракету, запустит в него... Все это так, как только брать маски. Зря я еще вышел. Все еще могут друг друга закидать. Да, я тебе зря вышел. Это сто процентов. Просто бред, на самом деле. У него города есть 21, 19, 24. Говорит, ара бред. И 13, да. Взял... Да, жалко, что вышел. Вот он. Нельзя замечать. Не, ну я вам серьезно скажу, что меня, конечно, напрягает войска. Они постоянно что-то грабят меня и так далее, но как бы... Даже комп реально что-то делает. То есть если бы он остался... То есть... Ну он просто... Страшно, что он до часа... Видимо, он хотел бы поздно засиживать, а так и не ушел. Ну еще же пол-двенадцатого так. Ну он заранее. Мало ли бы столицу отвоевал, и потом бы ему сказали, да нет, все. Хе-хе, даже интересно, кто будет улетать, или военная победа. Ну, ты... Ты за 13 ходов можешь улететь и улететь? Я думаю, можешь. Я думаю. Отдену улететь. Ну, промки хватает. У тебя порядок. Не знаю, не знаю. Еще этими стоить. Инженерами стоить. У меня веры мало. Части. Че ж тебе пирушки, а веры с деньгами. Не веру, че. Да, у Майя денег нету. Так вот, больше всех возмущается, что тут ОМОН вышел, как раз те два игрока, которые его, собственно, и заставили выйти. Берут двое, против него воюют, захватывают его столицу. Че это он вышел? Прям мог дальше воевать? Че это он так... У вас есть оборонка между собой? Легития, Майя. Нет. Я вообще не знаю, как можно в такое время оборонки заключить. То есть у вас просто обычный мир, да? В любой момент кто-то может на кого-то сбросить, или пролететь, либо, ну, таковать, да. Да, неплохое место, кстати. Смотрите, какао, алюминий, железо, нефть. Ну, там, конечно, алюминий, нефть, тепло. Кто же влетит в космос? Да, доиграй. Это прикольно будет. Финал и выиграл компьютер. Не, ну это реально полная идея. Ну, в таком случае просто не просто играть. Что? Ну, если он улетит в космос, реально, то мы просто продолжим играть. Ну, то есть, не считая, что он улетит, он не целый, продолжим играть. А как это так? А можно играть? А можно продолжить играть? Ну, кто-то, кто-то следующий улетит в космос, кто-то играет. Да, там уже все. Нет, ну, кто следующий в космос улетит, там можно... А, не улетишь, по-моему. Да? Как ты улетишь? Не очень. То есть, второй не улетает уже. Вот. Нет, улетаешь тоже. Не улетает. Там можно продолжить игру. Ты продолжишь, но ты после этого не можешь не улететь космос, не выиграть, и как, и цело. Ты просто говоришь, все, я пошел. Ты можешь только остальных предъявить, что у тебя есть все детали, и вот их там... А не факт, кстати, то, что их можно будет строить? Не, ну, по крайней мере, можешь предъявить все детали. Тоже почему бы нет. Это же видно, тоже... Покажите детали, и я сброшу на них ядя. Ну, когда они будут в космосе уже прибавлены, ну, они сбываются. А, в космос нельзя их спускать, да? Да, я вообще сомневаюсь, что их строить можно будет. Ну, вот и проверим. Ну, все, давайте ждем, пока улетит. Знаете, судя по передвижению юнитов Египта, он вот в нижней части карты подводит линкоры города Майя. Похоже, что все-таки хочет на Майя нападать. Блин. Ну, с одной стороны, есть определенная логика, потому что Майя между Египтом и русским. То есть, если он нападет на Майя, то может и русский напасть, и они как бы распилят Майя, а потом они вдвоем останутся. Вот. И из этой логики, естественно, Ара строил защитные всякие здания. С другой стороны, у русского, ну, как-то развитие получше на данный момент, в том плане, что действительно, ему реально никто не мешает. У него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов. Восемь городов. Уже очень неплохих. И, то есть, он уже построил космическую эту свою программу. А кроме него, среди игроков, если не считать компьютера, больше никто не построил. Он может спокойно, он даже не в столице может строить эти части, но он, правда, еще их не открыл. Кстати, что он открывает? Давайте глянем. Эксклоны пока строит. Сириус, закрой, пожалуйста. Сам экран Санкт-Петербурга. Мы хотим... Мобильная ЗРК строит. Интересно. Расщепление ядра. Видите, он даже еще атомные бомбы, соответственно, ядерные ракеты даже еще не открывал. Но он может расщепление ядра для атомных электростанций строить. Атомные электростанции, между прочим, очень, очень крутое производство дают. И, если ты не собираешься там на кого-то ядерными ракетами кидаться, а в данном случае, видите, у нас ядерные ракеты даже кроме, похоже, кроме Египта никто и не открыл. То есть, вот сейчас есть шанс у Кицала кого-то захватить ядерными ракетами, но это он должен резво делать. В Москве у него сидит шпион. Хочет его куда-то перекинуть в другое место. Ну, в смысле, у русского сидит. Так уж, Маль, Мемфис. Большинство шпионов у него в Египте сидит. Видите, Сириус считает, что у него главный соперник Кицал. Ладно, у Кицала появилась первая ядерная ракета. Ну, просто, видите, внизу не проплыть. Как бы, Кицал видит эту карту, у него уже все открыто, он спутники открыл, внизу не проплыть к русскому. Поэтому я и думаю, что вот эти линкоры, они при... Ну, с другой стороны, там всего два линкора. Может, просто... просто плавает. Вильные ДРК вообще-то как-то перехватывает Стелси? Он их дольше всего Стелси не убивать. Не, Стелси ничего не перехватывает вообще никогда. Сечально. Американские Стелси вообще. Видите, космический завод в Москве строится. У Сириуса такая очень разноплановая экономика. Он в одном месте может юниты строить, в другом здание на производство, в третьем на космос. Восемь городов. Причем довольно неплохих восемь городов. У него, наверное, мусорных только, возможно, вон Ярославль и Екатеринбург, наверное. Возможно. Я же жалко, что Эфиоп вышел. Честно, передо мной очень молодцы. Жалко, что Эфиоп вышел, да? Не хочешь с тобой компьютер-мир заключать, Китсал? Жалко, что Эфиоп вышел. Эх. Ну, пришло время порекламировать в очередной раз два ГИС, потому что мои видео, мои эти ФФА-сериалы выходят при поддержке этого справочника и каталога организаций. Если ваш город есть среди городов, представленных два ГИС, то вам очень легко найти нужное вам место, узнать время работы, узнать скидки в магазинах, даже есть карты внутри магазинов. если популярные какие-то молы, шоппинг-центры в два ГИС представлены, то у вас будет навигация по этим центрам, так что пользуйтесь два ГИС, заходите на два ГИС.ру и совершенно бесплатно скачивайте карту вашего города под вашу платформу. Два ГИС, если быть точным. Ну, а мы вернемся к нашей игре, куда? В Гелиополис перекинул ядерную ракету пока Китсал, похоже. В любом случае в Фивах ее уже нет, он достроил в Фивах ядерную ракету, спокойненько теперь ее держит. Войн у нас пока никто ни с кем не ведет. Ну, не обращайте внимание, что у Майя голодуха, просто, видимо, какие-то перестали караваны бегать, так что это не важно особо. Так, где у нас Сириус? Ну, в Москве видит, что какая очередь постройки в Москве у Сириуса. Проверяет вот это великих людей, прогресс великих людей в городах. Где какие великие люди скоро родятся? Все, перса постоянно выбирают лидером. Как? Кстати, тоже интересно, как смогли выбрать мировой религией и религию русского. Такой ему, блин, подарок странный. Так, что тут у нас у Кицала? У Кицала вот эти только две технологии, собственно, осталось до открытия всех необходимых частей космического корабля, чтобы их построить. Тоже строить зачем-то. Сам построил ядерные ракеты и строит теперь убежище. Ну, не знаю, может, не совсем понимает, что он единственный, кто их вообще строит и у кого есть возможность. Потому что русский, например, ядерные ракеты даже не открыл. Майя, по-моему, тоже, если мне не изменяет память. То есть, по идее, если Кицал мониторит технологии, то он должен знать. Ну, а Персу вообще смотрите, Кицал решил волю закрыть до конца уже довести, видимо. Ну, Золотой век получил. Правда, неплохой, кстати, выбор. Золотой век всегда неплохо. Он и бонус к производству дает. Так что на данное время... Я тоже так чувствую, но я думаю, что улетать будут все втроем сразу. Тут не будет кто-то один строить, а кто-то хотят у русского минус минус почему-то алюминия. А, алюминий тратится на стелсы. Так что тут надо выбирать либо стелсы строить, либо части космического корабля. И в такой ситуации, как-то не один лидер, то конечно выбор стелс. Совершенно разное, у Сириуса совершенно разное все строится, очень сбалансировано. Собственно, он ядерную ракету, так что можно было бы вполне ее еще забахать. Ну, Майя уже везде убежище построил и тоже строит ядерную ракету. Вот он, пожалуйста. То есть, а, Китал, видимо, Китал и шпион сидит в столице Майя, он видел, что Майя строит ядерную ракету и решил тоже построить себе убежище. Ну, вообще, скидывание двух ядерных ракет это практически стопроцентный захват города, потому что все стоящие вокруг юниты будут уничтожены. Что там описало? А, Хайли Селаси на мир согласился на мир. Скидывается, уничтожаются все юниты вокруг города и можешь спокойно высаживать свои кскомы. И следующим ходом город захватится, потому что там будет практически красная ниточка. Поэтому я бы все-таки на месте Китала на русскую планировал все это сбрасывать. Потому что во-первых, у Майя есть убежище. Они, конечно, полностью не защищают от атаки. То есть от атомных бомб и ядерных ракет не защищает ничего. но чуть уменьшают ущерб. Более того, в городе с убежищем, вот именно на этой клетке города, не уничтожается юнит. То есть он выживет. Поэтому будет уже сложнее этот город захватить. а у Сириуса этого ничего нету. Скидывает. А, в Адис-Абебу он перекинул. Все, полетела ядерка на поленке. полетела. Ной. А что, экскомы или что? Ты на меня напал. Поленке пересел. Поленке после участия. Ну, это не то, что большая страшная непонятно. Так там, да, там бомбоубежище, плюс же там на специалистах все так что-то построено. Ну и зачем тогда, если не страшно? Просто на всякий случай скидывал ядерную. Плюс они же там даже не кодсуют по сути самолет. Так что это все хрень. Какая-то интересная пошла тема вот в таких фуфа-играх. Типа все объясняет, знаете, ну это так, это ж ничего такого. Ну я скинул ядерную бомбу, но там же ничего не покоцалось. Ядерную ракету зафигачил в столице. Просто у меня с Египтом сейчас барлыка-то нарушилась. Но мы имеем право воевать. Ну вот сейчас Адис Абебу потеряет. Ну сейчас меня город заберут. Вот как они с вами. Ну тогда естественно не будем встречать. Слышите странные действия. У кого Египта город заберут? Я у него Максим заберу Адис Абебу, а он мою полянки отортил. Да. Типа знает, короче, кто вас кого-то мочит, блин. отсаживается. Видите, Египет в полянке. Ну я считаю, что надо было две ракеты кидать на полянки. А, он просто не успевал вторую достроить еще. Ясно. Ну, по идее, по идее полянки наверное не возьмется. тремя икскомами нет. Блин, сериус, так ты отказался что-ли, да, я так понял? Ну, я с ним это не заключил пока. Я смотрю, что у вас вообще происходит. Блин, что, воевать будешь сейчас со мной? Я ни с кем пока не хочу воевать. Э, вообще мой фрегат мочит. Может, твоих не мочил? Ну, я, окей, если не мочишь, то ладно. Можно каравелку прибьет? Почему? Какие? Ну, если хочешь, прибей. Э, она не убилась. Прикинь, да? Да, прикол. Линкор, мощный линкор по каравелке. Такие, мы с тобой воюем, но я тебя атаковать не буду. Такие договоры странные. Возьми, включайся. Возьми. мы не на стороне египта. Будь мужиком, в войне, значит, воюй. Не на стороне его. Либо мир заключен, как-то это. У нас с тобой оборонка. Ты ему войну объявил. Ты будешь уже прямо действовать. Угу. Счастье. Я не вижу, что кто-то это сделал. А, то есть, поленки доходят, тебя не напрягает. У тебя там юнитов вижу, ты куда? Да там юниты стоят, ты зачем ты делаешь? Кисал, такие объяснения. Он у соперника снял до красного защиту столицы, в столице, кинул на нее ядер. Там у него юнитов. Да не, я тут вообще тут вообще практически случайно просто мимо шел. Знаете, такой вот эти все объяснения. Нет, что сказать, да, я захватываю столицу майя. Что тут такого? Все это видят, всем все понятно. Блин, ну что, сейчас еще рассинхроним? Переключился на Египет. Может, ты русский, я смотрю, наблюдает за всем этим? Мочилово-мочилово-мочилово под поленки. Да не, я тут не в порядке. Ну, это неподготовлено откровенно. Надо было две ядерки и полностью все окружать поленки. То есть, там можно было четыре, по-моему, икс-кома высаживать. Да? Одисабеба сейчас майя захватит обратно себе. Ну, как-то странно кицал откровенно. Откровенно странно. Неподготовленная атака. Почему на майя? Ну, видимо, там, конечно, оборонный союз с русским, но, по мне, лучше, вот, есть возможность накопить силы, реально построить, вот, полностью использовать уран, то есть, для того, чтобы полностью его использовать на ядерные ракеты. Было бы три ядерные ракеты. Построить этих икс-комов там. И тогда бы брался, что майя, что русские, они бы брались вообще наскоком просто. На раз-два. Тем более, что тут не выглядит так, что они как-то вот, вот, самое интересное, вот у него, видите, у него позиция такая, вообще замечательная, то есть, ему, рядом с ним уже соперников нету просто, все соперники, всем соперникам только откуда-то лететь. Тут напряженность, а у русского и перс им обиженный, и майя тут рядышком под боком, у майя то же самое, вот они все рядышком были. Китсал взял, выключил эфиопа, чтобы он не напрягал майя, попытался как-то, ну, немножко ослабил теперь майя, то есть, я в игре вижу, вот смотрите, Сириус воевал постоянно со всеми, всем объявлял войну, всем досаждал, и никто, знаете, такое ощущение, вот все как не помнят ничего абсолютно, как будто Сириус всю игру самым добрым чуваком был в течение всей игры, и они с ним постоянно дружат, защитные пакты заключают, при этом Сириус на всех нападает, и всем гадят, захватил столицу, ой, столицу, город у Перса, три раза или два с ним воевал, несколько раз воевал с эфиопом, с майя, не понимая, и все, все на это смотрят, знаете, так, при этом Египет и майя между собой вот в контрах, давайте глянем, что тут русские строят икскомы, икскомы, мастерские, в пасаргадах, ладно, можно, икскомы, ага, вот у него, теперь уже русский планирует у кого-то высаживаться, видите, он там складирует икскомы в том месте, где их не видно никому, он решил все-таки ни одну часть корабля не строить пока, типа слишком уж откровенно было бы, если бы он построил космический корабль, да, ну, Китсал заканчивает еще ядерную ракету, на кого он ее еще бессмысленно скинет, интересно, а Дисабеба, я думаю, там высадит в конце хода кого-нибудь майя, икскомы, икскомы, убежище, стелс, что делает у нас майя, ну, вот у майя есть икском, он просто ждет, видимо, конца хода, рассказывайте, рассказывайте, что происходит, да, я рассказываю, ничего уже не происходит, а Дензеля стреливает, ты видишь, там юниты вокруг стоят, и все, я ничего не сделал, я на самом деле это я не вижу, поленки я, да, конечно же, ты не видишь, что Дисабеба вообще нет здоровья, что ли? Нет, это я вижу, но у меня шпионов нет, нет, это я вижу, ну что, прям будет до конца хода ждать Ара? Видимо, никто не собирается улетать, да и чёп сейчас, да не, перс, перс, что? У него алюминька есть, все, есть, что еще надо? Ну, подожди, заброшу, у меня нет трех алюминия, у меня его просто украли, просто не заслухали, у тебя 8 всего, 8-3, 5, 5, плюс еще 2 2 ГЭС, 2 ГЭС, 6, 5, 3, ну вот, все, ну блин, почаще, какими, до конца, за 20 секунд, до конца, свечетники, у меня за 4 секунды, или за 6, не плывет, берется, сейчас, они с обедом, русский, рассинхрон получили, что, берется, или не берется, берется, сейчас, прям, напевы, пошли, вот, зря, видите, сирию, позови обратно, сирию, с музыкой еще записывал, все это дело, не, с музыкой неплохо, но только намного тише, надо делать, видишь, чтобы она так вот не лезла, ну что, захватывает, захватывает, откуда столько счастья, у майя, ты ему надавал, что ли, русский, 26 счастья внезапно стало, был лишь минус 2 недавно, только, ну вот, то есть, Кицал, мало того, что вынес, то есть, вот Адис-Абеба для майя, она намного более удобный город, чем для Кицала, например, прикалываешь, что сына, я думаю, что это не оборонка, а что делать, ой, не оборонка, фу, мил, а оборонка, какая стихия, ну, здесь сходов, значит, ну, лучше, у меня, там, на двоих пенсий, и решать, выбрать, доводить, я думаю, сейчас русский уличит, в космос, и все, и зачем, филичим у кого-то, видишь, что у него в городах, я думаю, все это, с чем у меня, улетел бы, тебе сейчас, конечно, дадут мне улетать, как только, как сразу же, прилетят, в полшебник, ну, вы будете, ара возмущается тем, что русский мир заключил, скрицал, я пока сдерживаю, этого самого, не дейти в коммуниции, строить, ну, решать, там, ну, я пока сдерживаю, то есть, возмущается тем, что мир, соответственно, десять ходов, они просто не могут воевать, за десять ходов, действительно, тут уже можно улететь, по-хорошему, я просто, видите, оставил сейчас, экран русского, мне интересно, что он будет строить везде, но он все равно, ни одну часть, корабля не строит, то есть, они нигде у него не спрятаны, нигде, ничего он там не складывается, ни одну часть корабля, еще не построил, вот космический завод в Москве построил, еще сейчас в Новгороде строить, космический завод, ладно, Кицал, чем занимается, то есть, я так понимаю, что, видимо, Кицал захватывал Эфиопа, наверное, с прицелом того, что из Адис-Абебы кинуть ядерную ракету в мае, но, во-первых, все проще можно было сделать, а вон у него в элефантине, видите, ядерная подводная лодка, то есть, он было намного проще ядерной подводной лодкой сделать, просто, тем более, что у мае на море вообще нету ничего, он никак это не мог провернуть, и тем более, оставить соперника в игре, то есть, Эфиоп не был конкурентом все-таки, они могли, они всю игру с Египтом дружили, всю игру, Кицал с Эфиопом нормально разруливали, разрулили с Ацтеком, то есть, ну, знаете, что еще, тут проблема Тутанхамона, потому что такие молчаливые игроки, они против себя настраивают других игроков, имейте это в виду, если вы играете в ФФА с микрофоном, вы должны участвовать в обсуждениях, то есть, когда ты с кем-то разговариваешь, вот, Сириус, он несколько раз в этой игре уже тут, ну, обманывал, можно сказать, игроков, там, нападал на них, но с ним можно договориться, и поэтому игроки, как бы так, ну, подспудно думают, что, ну, нормальный чувак, а Тутанхамона, типа, непонятно вообще от него чего ждать, он молчит, ничего не говорит, никакого обсуждения с ним не происходит, поэтому, как бы, несмотря на то, что Кицал, типа, на него никаких проблем с ним не было, но он такой решил, блин, он все-таки что-то там замышляет, надо на него напасть. Кицал, давай мириться. Не, хочешь помириться, Кицал, хочешь на тебя это нарвать? Ну, какие-то условия, просто так? На что ты можешь предложить? Ну, если ты мне Адисабебу вернешь, хотя, блин. Ну, Адисабеба, она прям, она, как бы, тебе-то не угрожает, она, например, угрожает мне. Ну, как-то мне не угрожает очень, даже угрожает. Ну, хотя там ядерка не долетает даже, по-моему, да, до моей игры? Ну, не ядерка не долетает, ну, не тот самый, а стелс там, да, так называется. Хочешь убить стелсов, давай их в Адисабебу кидай. Так, давай. Так, у Майя тут куча всего родилось, всяких великих людей. Следит тоже русский за появлением великих людей. Он, видимо, ждет ученого. Хочет сжечь на какую-то детальку и сразу во всех городах поставить, строить детали. Ну, сколько тут, сколько? шесть деталей нужны. У него достаточно городов для строительства везде. Почему бы и нет? Так, ладно. Что там плывет? Ядерная подводная лодка откицала или нет? Ядерная ракета построена. Ядерная подводная лодка. А, нет, что-то вы запутили, надо было продвигаться без ядерного тренера. А, да. Так еще же не было, его бы уже предложили. Так, нет, нет, я вообще ничего не предлагаю здесь. Я тут, как бы, вообще... А, вон внизу ядерная подводная. Ну, да, вон с ядерной ракетой. Да, голосов бы хватило. Собирается кинуть. Ну... Правда, ну... Ядерку даст бонус только русскому. Без моего перевозка не было больше. Ну, да, да. Сейчас Поленке, возможно, он следующим ходом кинет ядерную ракету, запустит, и Поленке тогда опустится до полного минуса. Но, опять же, хватит ли у него? Я думаю. Очень серьезно. Думаю, там, он везет ядерную ракету. Формация для размышлений сам, он здесь в пятом ходу она заключается и заканчивается мир. Ну, ладно, по-моему. Угу. И ты, и ты, как бы, готов на него напасть? Я думаю. Я думаю. Это просто как факт. У нас заканчивается оборонка, а дальше... Окей, не, ну, хорошо. А у тебя какие мысли по этому поводу преобладают в данном? Не знаю. Не знаю. Я думаю, то, что и в твоих, и в моих интересах минус один соперник. Ну, я, в принципе, согласен, да. На 205-м ты говоришь, да? Сейчас уточню. Собрались все-таки распиливать майя. Да, на 205-м, а на 206-м я могу бить время. То есть уже через 3-4 хода, получается. Ну, ладно, я тогда подожду это время. Если не объявишь, то я заключу с ним. Всю игру, всю игру Сириус на всех со всеми воевал, на всех нападал. Да. Ну, Ара сам виноват. Надо было вступаться за персами, так кажется. По моему скромному мнению. Потому что, ну, вот видите, вот он получил пиление себя любимого. Блин, ну то, что Эфиоп вышел, это просто фейл. В этой игре, конечно, самый знатный. Да. Я в 2 месяца гадил до последнего. Не, ну ладно бы один, но тут 4 хороших города весь, как-то. В каждом там самолеты, юниты еще. Ну, то есть, он мог бы отбить столицу совершенно спокойно. Там было 2-3 х-ком. Молодец. Молодец. Расстроил человека, и теперь возмущается, что он вышел. Бессмысленно абсолютно захватил столицу Эфиопа. Вообще печально было у Эфиопа тогда. Там одни оленей тут надо жрать. Нет, там джунгли были. Там я видел, что много джунглей было, и он это... Ну, короче. Ну, на этом эту серию я закончу. Продолжение через день или два. Вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну, на этом все. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Подписывайтесь на канал, чтобы вас снять, чтобы не были. Пользуйтесь.